МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку пригласил Восточную Армению принять участие в саммите КОП-29. В Шираке обнаружен монументальный храм урарских времен. Армянские школьники завоевали пять бронзовых медалей на 65-й Международной Олимпиаде по математике. Голова и рука статуи богини Анаэль будут выставлены в Ереване. Сборная Восточной Армении по баскетболу до 20 лет обыграла Паку. 19 июля делегация Республики Западной Армении встретилась Дитой Газоян, директором музея Института геноцида, Национальный центр армянской памяти. Встреча позволила делегации лучше понять проблемы, связанные с геноцидом и этническими чистками коренного населения Арцаха. Председатель Национального совета Республики Западной Армении Армен Акабрамян сделал запись в книге почетных гостей. Члены делегации возложили цветы к вечному огню почти в минуты молчания память невинных жертв геноцида. Французская газета «Ли Фигаро» со ссылкой на результаты доклада Европейского центра права и справедливости представила церкви, удаленные с картой Арцаха. Среди разрушенных церквей построенная в XVIII веке церковь Субсаркис Гатрута. Церковь была разрушена в 2022 году. Территория очищена для строительства нового здания. Поврежденная в результате бомбардировок в Баку в 2020 году, 4 апреля 2024 года церковь Сур-Ованес-Магартыч-Шуши также была снесена. На основе фотографий, предоставленных Корнельским университетом США, построенная в 1847 году церковь, известная как Канаджам, полностью стерта с карты. Об этом сообщает неправительственная организация Кавказ-Яриташ-Водч. Еще одна форма разрушения – замена церквей мусульманскими культами. Бакинская общественная организация по охране памятников в 2022 году предложила превратить церковь в амбардсман Берцора мечеть. Церковь, предположительно, была снесена с этой целью. Некоторые церкви были преднамеренно лишены христианских символов. Судя по фотографиям, размещенных в социальных сетях Азербайджана, с ворот и куполов удалены ангелы, крест кафедрального собора Шуши. Церковь Субсаркис, построенная в XIII веке, под релогом ремонтных работ правительство Баку уничтожило религиозные символы. Две исторические каменные плиты, украшенные произведениями христианского искусства и средневековыми армянскими надписями, разбиты. А по этому сообщает Европейский центр права и справедливости. Согласно местным источникам, построенная и освещенная в 2019 году, церковь Сурб-Оанес Аст-Ват-Сацин также подверглась вандализму со стороны Баку. Крест над церковью Ван-Касар Тигранакерти VII века также удален. Баку пригласил восточную Армению на саммит КОП-29 в ноябре. Об этом заявил помощник президента Баку Хикмет Гаджиев. Мухтар Бабаев, председатель КОП-29, направил письмо с приглашением министру иностранных дел Восточной Армении. Теперь пришло время их правительству принять решение, сообщил Гаджиев. Ранее Гаджиев заявил следующее. Ереван и Баку могут прийти к соглашению по основным принципам мирного соглашения до ноября. Следовательно, до конференции ООН по изменению климата КОП-29, которая пройдет в Баку. Напомним, президент Баку Ильхамалиев заявил, достижение мирного соглашения с Ереваном до ноября этого года вполне реально. В то же время отметив, подписание документа невозможно без внесения изменений в Конституцию Восточной Армении. Раскопки, начатые несколько недель назад в Ширакской области, выявили интересные слои в виде недавно обнаруженного памятника. Об этом сообщает спутник Армения. На вершине крепостного холма Джарадзор на высоте более 1800 метров под толстым зеленым покровом археологи обнаружили четырехугольное здание из туфа. По предварительной версии археологов, это храм Урарского периода. В советские времена проводились непродолжительные раскопки крепости Джарадзор. После того, как в 1980-х годах были случайно обнаружены слой бронзового века и античные кувшины. Однако в дальнейшем раскопки приостановились. По словам руководителя нынешней экспедиции Вена Вартаняна, систематические раскопки в районе крепости Джарадзор начались в 2016 году. Экспедиция Ширакского центра арминоведческих исследований Национальной академии наук в первый же год рассчитила нижние части стены на северном склоне крепости. Именно тогда стала понятна важность крепости. Под стеной были обнаружены обломки урарского оружия, фрагменты разбитых глиняных сосудов и прочее. Археологи пришли к выводу, что находки относятся к периоду захвата и использования крепости урарской армии. Крепость была основана еще до урарские времена. В ходе раскопок следующего года был обнаружен даурадский слой эпохи Железного века, 8-9 веков до н.э. Ежегодные раскопки обогащались и дополнялись археологическими слоями крепости Джарадзор. В отличие от других крепостей Ашотска и Ширака в Джарадзоре нам удалось проследить последовательность состройки. Здесь имеется вся стратегическая хронология по культурным слоям и перекрывающим их природным породам. Цепочка истории древней Армении, включая период урарту. Археолог обращает внимание на доминирующее географическое положение крепости. Расположения крепости очень интересны. С одной стороны ущелье реки Ахуриан, с другой ущелье реки Охми, которые делают крепость неприступной и позволяют контролировать дороги на север в Ашотск и на запад в Артахан, Тайк и прочие места. В некотором смысле этот форт сохранил важное стратегическое значение даже в середине 20 века. В советский период здесь проводились военные учения, рылись траншеи, разводились временные постройки, в результате чего памятник был частично разрушен. То, что на вершине крепостного холма находится урарский храм, никоим образом не было видно. По предварительному мнению археологов он был построен в поздний урарский период, а уже в средние века повторно использовался как молитвенное место, что также является одним из проявлений культурного наследия, присущего региону. Археологи напоминают, что у нас также есть камни-драконы, высеченные в камни в разных местах. По предварительной версии мы имеем дело с храмом под названием Суси. Это монументальное здание со скальным фундаментом. Толщина одной только стены составляет около двух метров. Не каждое общество позволило бы себе такое, значит, мы имеем дело с построением центростремительного государства, подчеркивает археолог Левон Макарчан. Очередной этап раскопок уже завершен. Внутренняя часть крепости еще не расчищена, но археологи надеются продолжить работу в следующем году. Сборная Восточной Армении завоевала пять бронзовых медалей и одну похвальную грамоту на 65-й Международной Олимпиаде по математике, проходившей с 11 по 22 июля в британском городе Бат. Олимпиада прошла два теоретических этапа, где приняли участие 609 учащихся из 108 стран. В командном зачете наша команда заняла 38 место. Командой руководили Сэмбад Гоган и Грикор Керупян. Напомним, на 64-й Международной Олимпиаде по математике сборная Восточной Армении завоевала две серебряные и три бронзовые медали. Правительство Восточной Армении выделит 5 миллионов 700 тысяч драмов на популяризацию временной выставки «Мать-божество Атанаид до Марям». Решение было принято на заседании правительства. Представленные в постоянной экспозиции британского музея, сохранившаяся голова и рука знаменитой бронзовой статуи, приписываемой богине Аней, будут выставлены в Музее истории Армении. Открытие выставки запланировано на 21 сентября в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости Восточной Армении. Выставка продлится 6 месяцев. В музее посетят не менее 300 тысяч посетителей. В результате популяризации до миллиона человек будут проинформированы о выставке. Сборная Восточной Армении по баскетболу до 20 лет на чемпионате Европы обыграла команду Баку со счетом 71-61. Об этом сообщает Федерация баскетбола. Отметим, сборная Восточной Армении до 20 лет совершила выступление в дивизионе Б чемпионата Европы. Самым результативным игроком матча признан Юра Меликян. Игрок набрал 15 очков и 21 раз овладел отбитым мячом от кольца. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!